И честно говоря, это спортзал. Ты приходишь, поскольку ты знаешь, что ты умеешь и так далее, но эмоции и восторг я получаю сейчас совершенно из других источников, в частности из путешествий или от работы над книгой, от семьи, от дома. В общем, там я провожу гораздо больше времени. Вот, поэтому не буду я разворачивать плечи и говорить, да, я такой. Моя медиа-история, она подходит потихонечку к концу и утепляется там, как какая-то свеча, но это прям перестало быть основной моей профессии уже год, наверное, два-три как и просто является фоном. Да это от человека зависит. Недавно со мной один парень, мы летали в Новой Зеландию, он из Латвии из Рики был, программист. Ну, у него какой-то он придумал стартап, который удачно сработал и живет он где-то в Эмонте, офис у него в районе там Виланнес. И это был прекрасный, открытый, чудесный совершенно человек с каким-то таким широким хургазором. Ну, они просто не так часто попадают в компании со мной, да нет, это точно зависит не от страны, где ты живешь, а от того, кто ты, какой ты, насколько ты открыт. Я вот точно... Чем еще клево путешествую, тем, что ты понимаешь, что все одинаковые. Вот прям типажи совершенно, неважно, чернокожий этот человек из Конга, неважно, это дядюшка из Уругвая, рыбак он, везде рыбак. И сидишь ты на борту лодочки, и запах солянки и воды, мой любимый запах, потому что он сразу дает тебе путешествия какие-то. Еще добавить к нему запах солнцезащитного крема, тогда вообще идеальный парфюм. Так вот, и этот запах его уже можно встретить и на Волге, и на берегу Индийского океана, и в Северном и Ледовитом океане. И вот точно так же, как этот запах, который вездесущий, солярки и моря, и реки, так и про людей могу сказать. То есть они везде говорят, есть ворчливые старики, есть ворчливые молодые люди, есть там душа компаний, есть. Ну так. То есть это вообще не зависит точно от стороны происхождения, от национальности. Это клево. Мир маленький. У нас здесь еще один вопрос. Алекс, и микрофон поближе, тогда здесь лучше звук. Старик, сержант, здорово. Не повыси ли я тебя? В вопросе, скажите, пожалуйста, а что заставляет вас писать? Это удовольствие или что-то еще? Видите, я графоман. И поэтому вот это, да, какая-то неистремимая потребность в таком странном самовыражении ведет меня к компьютеру. Я пишу. Ну, либо поднятожество. Да потребность, просто потребность. Я не знаю, про графомана это я так. Надеюсь, что нет. Да и не так, я много пишу для графомана. Это три года назад и сейчас. Ну да, желание высказаться. Просто когда одно дело ты в эфире, это другая история, это драйв, потому что ты включаешь кнопку, неважно, телек, камера. Ну, ты собрался, сконцентрировался, ты максимально здесь присутствуешь. И, в общем-то, времени для аналитики, для оттачивания каких-то фраз, чего-то у тебя нет. А здесь ты можешь отвлечься, посмотреть на горизонт, вернуться, стереть, зачеркнуть. Ну, вот мне нравится именно это состояние. Так бы я вам ответил два года назад. А сейчас скажу глубже. С чего бы начать? В общем, задумался я как-то над вопросом, конечен ли талант. Пример. Вузи Аллен, Эльдар Рязанов. Они по годке. Последние фильмы Эльдара Александровича Рязанова, они были плохие. Ну, начиная со старых Кляч, Андерсона, подключаться. Понятно, это прям невозможно смотреть. Но какие гениальные были фильмы «Ирония судьбы», «Служебная романка», «Навальная ночь». Что случилось? Где переключился вот тот источник, когда стало вот так? А есть его ровесник Вузи Аллен, который каждый новый фильм снимает как ого-го. Почему есть группа одного хита? Почему есть писатели одной книги? Почему есть художники, о которых все говорят, а потом... Что происходит, задумался я и стал искать ответ на этот вопрос. Задавал, пользуясь служебным положением, разным авторитетным людям, и их ответы не удовлетворяли меня. Пока я не услышал лекцию на педе Элизабет Гилберт. Элизабет Гилберт – это автор книги «Ешь, молись, люби». И она вот стояла вот так же перед зрителями, как я перед вами, на этой сценке, и говорит, «Меня волнует вопрос, конечно ли талант?». Я понял, опа. И вот она очень глубоко копнула. Она говорит, «Я почему стою перед вами?» Потому что моя предыдущая книга «Ешь, молись, люби» – это бестселлер, про ней сняли фильм, там, Джулия Робертс, Клайф Оуэн. И вы, наверное, ждете от меня вот сейчас вот чего-то такого, а эта книга, она не такая. Потому что она о другом. Говорит, «Я-то копалась до древних греков». У древних греков понятие «гений» не совмещалось с человеком. То есть они не говорили про человека-гений. Потому что гению у древних греков – это были демоны. Но демоны не в христианском смысле слова, а вот некие сущности, демоны, гении. И гении иногда приходили к человеку. И в древних грекахе говорили, «О, к нему пришли гении, к нему пришел гений». И не говорили «гениальный человек», не ассоциировали этот гений с самим человеком. Потому что гении пришли, и гении могли покинуться. Тогда говорили, «Ну что ж, а гении ушли». Никто вообще не расстроен, никто не в обиде, потому что вот так это нормально бывает. И она очень интересно рассказывает об этом, приводя в пример Тома Уэйтса. Говорит, вот у меня есть друг Тома Уэйтса. И он, говорит, как-то ехал в автомобиле, и к нему пришла строчка и музыка. А он ехал по этой скоростной трассе и понимает, что нет ни ручки, ни... И телефон еще не такой был. «Куда записать?» И он такой похлопнул на рулю и говорит, вот наверх смотрит и говорит, «Послушай, ну ты вот нашел время, когда...» «Давай договоримся так». Вот я даже представляю, как Том Уэйтс это говорит, такой хриплый голос. «Давай договоримся так, вот...» «Я даю туда автозаправки, и там все запишу». Если ты еще не забудешь, ты опять мне это напомнишь. Ну а если нет, ну я не знаю. Иди к Леонарду Коуэну. Когда ты творишь, это, безусловно, сотрудничество. Это сотрудничество с Богом, со Вселенной, подключение к информационному. Я просто это понял. И вот почему мне это очень нравится. Я понял, что когда ты пишешь, не я пишу. Это не значит, что я как с Аннамбулом, мне диктуют, а я вот записываю, я только записываю, нет. Но это, безусловно, это магия, это таинство, это мистерия. Потому что ты отходишь, передохнул, выпил чай, и читаешь, перечитываешь, господи, как же это все написано-то. Удивительно. Ну то есть это вроде бы ты, а вроде бы и не ты. И это вот это, какое-то такое подключение. Я думаю, что вот об этом говорила Элизабет Гилдер. И вот в этом секрет конечно или не конечно таланта. То есть это не секрет. То есть очевидно, что ты подключаешься. И вот это состояние, когда ты сотрудничаешь с чем-то, оно лучше всего. Оно удивительнее всего. Я вам скажу, что вот много путешествовать, чего много не повидав, не то, чтобы я такой искушенный, но это самое сильное из ощущений. Самое сильное. Самое мощное. Самое удивительное. Ну и наверное, я правда не знаю, и Элизабет Гилдер не знает, она так и говорит, вот я стою перед вами, кто отключает этот кранчик, от чего зависит вот этот мост, который ты выстраиваешь со Вселенной. Не знаю. Ну твоя задача просто работать, а дальше уж я сделал все, что мог. Спасибо за сотрудничество. Вот как-то так. Вот так я вам отвечу сейчас на ваш вопрос. Спасибо за него. Вскрыл какие-то... Добрый вечер, Алекс. Привет. Вы здесь очень правильно сказали, что наша аудитория, то есть те люди, которые здесь, скажем, собрались, ну скажем, такого более уже серьезного возраста, сложившегося. Да ладно, вон сколько молодежи посмотрите. Гид, да. Я думаю, что многие просто те, кто, те, которые сегодня здесь присутствуют, это почитатели радио СФХ+. То есть я сам с большим удовольствием слышал эту станцию, то есть там была очень хорошая плеяда, мощная плеяда радиоведущих. То есть я думаю, что существовала определенная конкуренция, и вы ну на этом фоне, я считаю, выглядели очень достойно, на самом деле. И довольно давно вы уже уехали. То есть когда вы уезжали, да скажем, работать на радио Серебряный дождь, как вы думали, что это будет временно, и вы вернетесь, или вы уже чувствовали, что вы уезжаете отсюда навсегда? Нет, 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 я уезжал на годик. А, вот видите. Да, мне было интересно, мне пригласили работать просто сразу на две радиостанции. Вообще-то я поехал за компанией со своей женой бывшей, которая актриса была, и, собственно, у нее были съемки в России. То есть где в Латвии кино? Ну, два-три фильма, а там много. Да, ну, а поскольку я профессионал, я примерно отдавал себе отчет, что, ну, как-то я, окей, работаю. И, да, и меня пригласили вести утреннее шоу на наше радио, Миша Козырев, мой товарищ. И я уже почти начал там работать. Думаю, вот дай-ка я вот попробую, вот это интересно. Но переманил меня серебряный дождь. Я, о чем я нисколько не жалею, потому что это такая удивительная радиостанция, стильная, со своим лицом, со своей плеядой знаменитых радиоведущих Владимир Соловьев, Александр Гордон. Это вот те, кто отцы-основатели когда-то были. И я думал, что, ну, конечно, вот Москва прикольная, вот прям интересно. Мы даже сняли квартиру какую-то возле чистых прудов, возле посольства Латвии. Ну, на всякий случай, тревожная страна. Все-таки, ну, это раз, и ты в домике, потому что ты на территории Латвии когда-то, на территории посольства. Серьезно, вот только из этих соображений. Я думал, да, и я буду каждый год на год контракт подпишу и буду летать каждый месяц в Ригу, потому что здесь мои все друзья и так далее. Потом, знаешь, я летал сначала каждые два месяца, потом каждые три, потом каждые полгода. В какой-то момент вообще не прилетел, ну, потому что же мир огромный, это туда-туда-туда. Я понял, что на чистых прудах я живу не из-за посольства, потому что я в нем ни разу не был. И вообще как-то мне нравится этот город. Ну, как-то на пятый год я это понял. Продлевая контракт. Вот. Это была, действительно, это не была история про покорение Москвы. Вообще не про это. Я приеду, здравствуй, москва, сейчас я тебе все равно нет. Как ни странно, нет. Это было за компанией. Да, вот интересно читать, как стал этот актер. А вот я пришел на пробы за товарищей поддержать, а вот выбрали меня. Ну, это примерно из этой же серии историй. Я поехал заодно с женой. Ну, типа, поснимается, а я вот буду работать. Алекс, когда ты приезжаешь, сейчас была твоя, куда ты первым делом идешь? Вот первый твой визит. Хороший вопрос. На который у меня нет ответа. Ну, нет такого, куда бы я вот пошел. Дай-ка я пойду-ка, вот поклонюсь. Ну, нет такого. Ну, репа меняется, безусловно. Вот это я заметил. Ребят, ну, чего беретесь рано? Вы сами все знаете, пустой город. Пустой город. Мы сейчас с Олей ехали, и центр вроде бы, и столько выключенных. Ну, да, да. Ну, а? Ну, пустой город, кто-то уезжает, в погоне за длинным рублем, да, за заработку. А вот мы можем наблюдать, сейчас вот удивительная вещь, не так давно. Так, очень много индусов приехало в город. А индусы ведь это особая сталь. Я в максимуме видел индусов, они там раскладывают анамасы, но очень органично у них это получается. Куда бы ты поехал, они везде, да? Матарские? Да. Ну, по-моему, это пакистанцы. Изображения, а потом как бы вопрос. Вот. И интересная вещь, да, что, а ведь индусы, на самом деле, очень мудрые люди. Ведь у них вообще из поклон веков национальная идея главная, что главная идея, главная цель нашей жизни это достичь состояния духа. То есть, это все у них главное, да, что есть, да? И, в принципе, они очень мудрые люди в том, что у них есть понимание кармы, да? Что бы ни происходило, надо это просто принимать спокойно. Индусы – это самая опасная нация на свете. Нет никого опаснее. Хотите скажу почему? Когда приезжаешь в Индию, то есть, просто чувствуешь, как дома. Они самые опасные, потому что они верят проинкарнацию, как совершенно верно вы заметили, и у них есть атомная бомба. По-моему, это хорошая шутка. Это такие, ладно, я пошутил. Это совсем недобрые люди, потому что, ну, это просто ощущается во всей атмосфере, когда приезжаешь. Да нет, нет, они прекрасны. Да, то есть, просто чувствуешь себя просто абсолютно, у них, что бы ни происходило, они все принимают как данность. Не робчат, не сердится. А вопрос? А вопрос в том, что в Ригу, например, очень много приезжает индусов и продолжает приезжать. Ну, они, наверное, люди очень грамотные и мудрые, понимают, что в Латвии какие-то перемены хорошие происходят, да? Что-то еще не спромировалось, но что-то уже происходит. И я к тому, что в целом, ну, и вот эта идея, да, что индусов, что у всех вот посвященных людей. Я понял, они не дураки, поэтому они приехали в хороший гестр. В целом, как бы, правильно я спромулировал? Понимание такое, вот, кто путешествует, вообще посвященные люди, что, сейчас я закончу, что, ну, не разделяя там много, что все одним миром в целом, да, то есть, и в целом, то есть, в этом, наверное, я, насколько знаю, ну, все-таки это пакистанцы больше, а не индусы. Ну, по крайней мере, и студенты, которые... Это не одна страна, все-таки у пакистанцев, бэкграунд все-таки мусульманский, а мы знаем, что это не про реинкарнацию. Я с вами совершенно согласен, Индия чудесная страна, их древняя культура, она невероятная. И здесь ее следы мы, конечно, видим, это, конечно, тоже удивительно, что одна из мощнейших диаспор, ну, не диаспора, общину в Латвии, это кришнаида, которую я тоже любил иногда захаживать. Мы даже заказывали там свадебный торт. Он, да, потому что был очень вкусный. Наполеон без яйца, по-моему, или без масла, да. Вот, но здесь, здесь, здесь пакистанцы, здесь пакистанцы. Ну, еще одна карта, все кришнаида, да, а, собственно говоря, они... Давайте, вы знаете, несколько секунд я себе скажу, я не знаю его времени. То есть, правильно вы понимаете, как вот есть одно древо жизни, да, вот, в целом, и все вот приходили, кто вот, приносили человечество знание, да, то есть, ну, это как вот именно ветви этого дела. Ну, вы знаете, вопрос. То есть, у нас формат такой, вопрос автор. Я имею в виду, что, как бы, правильное понимание, когда одно знание происходит. Где у вас кнопка? Где у него кнопка? Я имею в виду, что, вот, вы говорите, что, как писатель, да, вы хотите попросить свое вот эти мысли. Есть вопрос. Можно, следующий вопрос. Как занесло в короткие волны? А, в короткие волны. Речь идет о фильме «Короткие волны» режиссера Довженко. Ну, Михаила Довженко, не Александра. Он просто однофамилец и не имеет никакого отношения к легендарному. Он сделал действительно такой сборник, сборник короткометражек и хитро придумал, что их надо все сложить. Это будет один фильм. Фильм очень плохой и мне стыдно, что вы его упомянули и неловко теперь говорить об этом. Поэтому меня там как бы нет. и он играет актеров замечательных. Он был в разок. У нас не в севале был в разок. Катя Волкова, Маргулис, действительно. Но мне не понравился. Мне кажется, что это слабый фильм. Но история, которая там есть, в которой я играю главную роль, она действительно существовала. То есть, она правда произошла. это прям пик моей работы на серебряном дожде. Мы провоцировали слушателей тогда. Ну, то есть, исходя из того, мы заставили голосовать, уничтожать картину или нет путем телефонных звонков. А потом сказали, что это фейк. И не верьте средствам массовой информации. Это не была шутка, это было высказывание. То есть, вы целый час сейчас спорили, ругались, обвиняли друг друга, а ничего нет. Не верьте средствам массовой информации, в том числе и нам. Это была вот такая высказанность, чего, мне кажется, не показал Довженко. Потому что он показал, что это какая-то шутка. Вот такая вот. На радио они пошутили. А это была сознательная провокация с тем, чтобы показать, чтобы мы как-то старались думать сами, а не верить людям из телевизии. Ну, здорово, что вы увидели. Но есть другой фильм, который мне нравится гораздо больше, который снят по моей еще книге, которой здесь нет. Она называется «Правила Аквостопа». Вот, по этой девушке уехала в Барсимону. Совершенно верно. Там есть рассказ, ну, не рассказ, это поезд. Он называется «Правила Аквостопа». Да, он здесь есть. И по ней сняли фильм. Снял Саша Робок. Саша Робок — это артист. Артист. Вы его знаете по домашнему аресту, конечно. По сериалу «Эпидемия». «Домашний арест» он Самсона играл. Это мой очень хороший дружище. Вот с ним на Северный полюс ездили в прошлом году. И ему очень нравится эта повесть. Он говорит, дай-ка я сниму как продюсер. Он взял актрису Аню Уколову. Аню Уколову — это тоже домашний арест. Геокард Глобус продал. И каких-то актеров они сняли фильм. Он называется «Грецкий орешек». Он был в прокате. Он сейчас, по-моему, на Новый год на Первом или на Втором канале. Ну, короче, хорошая у него судьба. Не сильно такой вот прям шедевр, но гораздо лучше, чем «Короткие волны». И действие происходит в Греции. Поскольку действие книги происходит в Греции. И процентов 70 актеров греки. И снимали мы на острове Скопилос. И они меня пригласили как автора там побыть. Это прикольный остров, знаменитый тем, что там снимают порнофильмы и «Мамма Мию». Он маленький, то есть надо приехать в Афину два часа на машине, потом два часа на паром. То есть это не Крит, не Родос, а вот такой вот. И там действительно островок, и там Таверин 15, и в какой бы Таверин ты ни зашел, там везде фотографии хозяюшки или хозяина спьяна пересомбросного. Потому что они снимались долго, они все и там снимали собственно вот этот фильм по правилам Аквастопа. И знаете, и там еще прикольно произошло, что случился дефолт, вы помните, когда в Грецию вдруг все банки перестали работать. А это последний съемочный день, и я там нахожусь, все там находятся, и он не может заплатить этим ребятам, а их там человек 80, светики, звук, артисты, массовка, в общем, все это обеспечивал. Деньги-то есть, но ты из банка не можешь больше 100 евро, и еще туда очередь. А он там 1300 должен был за эти съемочные недели. И как быть, они же все надеются, что они работали греки. И он посылает второго режиссера, мальчика, с рюкзачком в Италию на паромах. И вот он с этим рюкзачком, с этими банковскими картами, как собственно в книге провел Аквастоп, там главный герой, пульшет, ездит в Италию, там что-то обналичивает, напихивает, и он, по-моему, евро вернулся, все счастья, все танцуют. Так вот там, я помню это ощущение, ребята, это счастье. Значит, там снимают греческий ужин, где собрались все жители деревни по сценарию. И вот этот большой стол, эти графины, налитые с раки, эти вот раки, это вино, ну гребенький напиток, водка, да, это смесь, тут же играют музыканты сиртаки, и вот главный герой, там, король мафии, он выпивает, потом начинает танцевать, дубль два, он опять выпивает, танцевает, бабушка, ну вот герой наши, вот эта тетушка, они все говорят, еще раз дубль, они говорят по-гречески, я вдруг понимаю, наблюдаю за всем этим, что, черт возьми, парень, это же ты написал, ну то есть, вот эти люди, пожилые люди, интересные, из чужой страны, они сейчас артикулируют фразы, которые ты когда-то, сидя в Москве, сидя зимой, придумывал, ну как так вообще может быть, вот сейчас, пусть у тебя там, это происходит, тут цикады поют, сейчас опять начнут играть, ты же это тоже написал, как играют музыканты, и это было, это удивительно, грецкий орешек, такое не название, так далее, этому фильму, ну что правило, Аквастопа, тест-группа показала, что какое-то странное название, ну неплохо получилось, такие елки-три, только вот в Гриции, приключения, вот, мне показалось, это не как книжка,